Друзья, привет! Меня часто спрашивают, как еще можно защитить черный металл от ржавчины, не прибегая к покраске. И сегодня я хочу показать вам пару способов обмеднения и никелирования, которые можно выполнить в любой мастерской. Заодно отреставрируем вот такой кухонный топорик ручной работы. Его подарил мне один очень хороший знакомый. Поехали! Друзья, если вы любите хороший инструмент так же, как и я, рекомендую вам один из крупнейших в России интернет-магазинов 220V.ru. У них свыше 150 тысяч единиц техники для ремонта, строительства, дома, сада, автомобиля и хобби. Можно найти все от шуруповерта до газонокосилки. И все это по приятным ценам. Многие из вас знают, что я делаю ремонт в своей большой новой мастерской. И для этого я прикупил вот такого малыша. Это легкий и в то же время мощный 18-ти вольтовый шуруповерт немецкого бренда Einhell. Инструмент имеет регулятор крутящего момента на 21 положение, а также режим сверления. При этом максимальное значение момента достигает 35 ньютонов на метр. Шуруповерт является представителем семейства Power Exchange. А это значит, что его аккумулятор подойдет для всей линейки аккумуляторной платформы. Будь то пылесос или же газонокосилка. На этом можно здорово сэкономить и покупать в дальнейшем только тушки необходимого инструмента. Аккумуляторные инструменты Einhell охватывают весь спектр применений в саду и доме, а также в гараже и мастерской. Сейчас на продукцию Einhell в интернет-магазине 220V.ru действуют хорошие скидки. Так что спешите купить качественный немецкий инструмент по вкусным ценам. Все ссылочки вы найдете в описании под этим видео. Как рассказывал мне мой знакомый, этому топорику минимум лет 50. И изготавливался он его отцом. Здесь рукоять наборная и узор выполнен из оргстекла. Навершие изготовлено из нержавеющей стали. И лезвие топорика по всей видимости было сварено также нержавейкой, так как эти части сохранились лучше всего. И прежде чем зачищать металл от ржавчины, от последней нужно избавиться. А для этого разберем топорик. Все резьбовые соединения обработаем ВДшкой. Я использую самодельный состав и если это видео будет кому-то интересно, напишите об этом в комментариях. Часть резьбы обработаем корчеткой. Так будет легче выкручивать вторую деталь. И последним выкручиваем хвостовик рукоятки. Ржавчины под ручкой оказалось намного больше, чем снаружи. Далее есть несколько способов очистки. Самый простой – абразивный. Круглые детали, например, можно зажать в патрон токарного станка и обработать скучбрайтом. Но есть и более деликатный способ, которым я очень часто пользуюсь. Для этого ставим чайник. Далее нам понадобится емкость. В нее укладываем наши детали. В продуктовом магазине приобретаем пакетик самой обыкновенной лимонной кислоты. Ею посыпаем детали и заливаем все горячей водой. Реакция кислоты начинается буквально сразу. Этим же способом можно вытравливать обломки метчиков из глухих отверстий. Процесс хоть и не быстрый, но действенный. Оставляем все часа на 2-3 и после посмотрим на результат. Как я думаю, тут комментарии излишни. Налет на металле, полученный в ходе реакции, можно очистить с помощью мягкой латунной куртщетки. И в итоге вот такого результата удалось добиться. От раковин и изомятий будем избавляться, конечно же, механическим путем. Здесь все средства хороши. Начиная с напильника и заканчивая углошлифовальной машиной. Продолжение следует... После этого можно наполировать и получить вот такой результат. Но несмотря на всю красоту, металл все равно будет ржаветь. Так давайте это исправим. Для начала приготовим растворы для омеднения. В емкость выливаем 1 литр подогретой дистиллированной воды. Затем в ней нужно растворить 200 грамм медного купороса. Далее будем работать с серной кислотой, поэтому обязательно надеваем перчатки. Это обычный электролит для аккумуляторов с плотностью 1,27 грамма на сантиметр кубический. Его нужно добавить в раствор 500 миллилитров. Проведем тест раствора и погрузим в него хвостовик сверла. Как мы видим, раствор работает, но покрытие неустойчивое, так как поверхность сверла не подготовлена. Ее нужно хорошо обезжирить и избавиться от окислов. Для этого в емкость наливаем 2 литра ледяной воды и высыпаем средство для очистки труб. Здесь нужно быть осторожнее, так как при растворении выделяется большое количество тепла. Также в отдельную емкость нальем чистого электролита и сделаем раствор воды с содой для нейтрализации кислоты. Для удобства всю тару можно промаркировать. Теперь можно омеднить наш топорик. Для начала деталь нужно тщательно обезжирить. Для этого можно использовать нейлоновую щетку, как у меня, или, скажем, металлическую губку для мытья посудой. Затем избавляемся от окислов. Погружаем деталь на пару минут в серную кислоту. Но уже потом в раствор для меднения. Гасим кислоту в растворе с содой и повторяем процедуру для всех деталей. В итоге получили омеднённый топорик. Навершее обрабатывать смысла нет, так как оно выполнено из нержавеющей стали. Второй этап – это никелирование. Купил на Алиэкспресс вот такую никелевую пластину. И из неё будем делать электроды. Для этого просто разрежем её пополам. Ссылочку на пластины, если не забуду, положу в описании под этим видео. В ёмкость наливаем 1 литр 9% уксуса. И добавляем 2 столовые ложки поваренной соли. У меня это экстра. Далее подключаем никелевые электроды для насыщения раствора. Напряжение и силу тока при насыщении вы видите на моём лабораторном блоке питания. Оставляем электролит в таком состоянии на 3-4 часа. За это время вот что произошло с электродами. И раствор приобрёл приятный оттенок. Теперь можно проверить наш электролит. Для этого к плюсовой клемме подключаем никелевую пластину. Ну а к минусу – заготовку. В моём случае это медный провод. Как мы видим, провод покрылся слоем никеля. Можно то же самое проделать и с деталями топора. Каждый элемент находился в растворе по 20 минут. После был очищен на корщётке и на полирован. В итоге вот такого результата удалось добиться. Не везде всё прошло идеально. Например, на плоскости лезвия имеются наплывы. А на режущей кромке видно, как отстаёт покрытие. Видимо, это из-за плохого обезжиривания. Но в том месте топор всё равно будет затачиваться. В общем же, результатом своей работы я остался доволен. А для завершения реставрации топорика осталось привести в порядок ручку. Собирать мозаику из оргстекла мне лень, поэтому вооружившись напильником и наждачной бумагой, придаём ручке новую форму. И заполировываем её. В итоге вот такая красота у нас получилась. Весь электролит можно перелить в ёмкости с плотной крышкой и по мере необходимости использовать. А на этом у меня всё. И если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. Я думаю, им будет интересно так же, как и вам. И не забывайте подписываться на канал. Дальше будет ещё интереснее. А с вами был, как всегда, я Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok